Количество осадков было действительно совершенно аномально. Это выпало за очень короткий срок. Вот примерно столько воды на каждый квадратный метр. Площадь водосбора, там небольшие реки. У них не очень небольшая площадь водосбора. Но расстояние короткое. Это означает, что эта вода во многом одновременно поступила со всех притоков в эти две реки, из этих двух рек вниз к Крымску. То есть это огромное количество воды. Если мы умножим, сколько выпало, это где-то 4-месячная норма, ну что-то около того. Умножим на площадь, поделим на площадь Крымска, то мы получим, что там и 10 и больше метров может быть абсолютно без проблем. То есть безусловно, что такого природного воздействия совершенно достаточно для такого наводнения, особенно учитывая топографию. То, как расположен сам город конкретно. Вы знаете, как бы каждое наводнение вот сейчас, или каждая там волна жары, или вот что у нас было на Ике-Лена, или жара 2 года назад, каждая кажется совершенно уникальным. Но число этих уникальных явлений растет. И Росгидромет подсчитывает число опасных гидрометеорологических явлений. Это термин. Очень жестко определенный, что считать, что не считать. За 15 лет их стало в 2 раза больше. Это, конечно, не такой вот рост, это вот рост такой постепенный, но это рост, это объективный факт. Если мы посмотрим на весь мир в целом, то мы видим, что число осадков изменилось довольно мало. А вот тип их выпадения изменился. Они стали более нервными, более экстремальными. Разные люди говорят разные слова, но суть от этого не меняется. Вместо небольшого количества мелких дождичков или снегопадов, мы имеем сильные дожди, сильные снегопады, а между ними засушливые периоды, что приводит к засухам. И это очень большая проблема в Африке и во многих других частях земного шара. Ну а в нашем случае, где засухи грозят меньше, именно сами наводнения, их просто объективно больше. А это означает, что вся система нашего готовности к экстремальным явлениям должна ориентироваться на самый-самый экстремальный уровень, который только мы можем себе вообразить. Пусть он был раз в сто лет. Сейчас есть научные работы, которые что говорят? Что те явления, которые, скажем, 50 лет назад в том климате, раз в сто лет происходили, сейчас в этом немножко новом климате должны происходить раза в три, в четыре и чаще. Пожалуй, мы это и видим. А значит, мы к этому должны быть готовы.